Со вчерашнего дня, то есть с 27 марта, в столице Казахстана закрыты все ломбарды. Это временная мера, связанная с ужесточением правил карантина из-за коронавируса. Тем не менее, такое изменение еще больше усложнило жизнь владельцам ломбардов, которым до сих пор припоминают скандальные истории с финансовыми пирамидами Гарант-24 и Эстейт, в названии которых также присутствовало слово ломбард. Сегодня, кстати, ровно месяц со дня задержания руководителя Гарант-24 Аслана Мурзабекова. Следствие все еще продолжается. В общей сложности полиция расследует более 20 уголовных дел. Пострадавшие, а их более 40 тысяч человек, так и не смогли вернуть свои деньги, вложенные в финансовые пирамиды. И вряд ли уже смогут это сделать. Впрочем, специалисты уверены, что через некоторое время в Казахстане появятся новые мошенники, которые будут обещать людям легкие деньги. И многие снова клюнут на эту приманку. Почему? На этот вопрос попробуем ответить сегодня. Любая проблемная ситуация многогранна, в ней много сторон, мнений и аргументов. Сегодня будем в них разбираться. Это ток-шоу Грани, я, конечно, смогулов. Здравствуйте. Для начала, позвольте представить моих гостей в студии. Итак, Роберт Абзалилов, глава Ассоциации Национальная лига ломбардов Казахстана. Марат Кайрленов, экономист, директор компании Улагат Консалтинг. Женебек Кадаралиев, маркетолог, бизнес-тренер. И Нуржан Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель. Еще раз здравствуйте. Начать хотелось бы вот с чего. Роберт, я видел не одно ваше интервью, которое вышло после вот этих скандальных историй с Гарант 24 Ломбард и Эстейт Ломбард. И каждый раз вы очень так эмоционально людям объясняли, что на самом деле все эти вот скандальные организации к настоящим ломбардам, к честным ломбардам, так сказать, никакого отношения не имеют. Почему? Совершенно верно. Потому что на сегодняшний день чем занимается ломбард? Даже не то, что на сегодняшний день. Исторически так сложилось, что ломбард принимает имущество, движимое имущество, золото, изделия, телефоны, машины и выдает деньги. И потом ему возвращают уже с процентами. Выдает под залог. Под залог именно этого имущества. В данном случае, чем занимались эти ломбарды, перечисленные вами? Они занимались привлечением денег от населения. То есть это депозиты, что могут делать только банки второго уровня и акционированные общества Каспочта. Все. Больше на сегодняшний день в Казахстане никто не может привлекать депозиты от населения. Следующее. Они производили скупку движимого и недвижимого имущества. Ломбард в основной своей деятельности, он не может этим заниматься. То есть в данном случае он может приобретать только как имущество для основных средств. То есть проще говоря, если у меня возникла какая-то сложная финансовая ситуация, то я могу у ломбарда на время перехватить деньги под залог, я не знаю, вот этой золотой ручки. И я потом эти деньги верну с каким-то вознаграждением для ломбарда. Да, совершенно верно. А если мне говорят, что приносишь свои деньги, и мы через некоторое время тебе еще больше денег отдадим, то это уже и не ломбард получается? По сути дела нет. Потому что ломбард может, если он выпустит ценные бумаги, это облигации, либо акции, он может таким образом привлекать денежный социал от населения. Но не в той форме, в которой было это. Хорошо, вот смотрите. Вот вы как экономист можете объяснить такую вещь? Вот, собственно, вот эти, собственно, Гарант 24 ломбард и Эстейт ломбард, их признали уже, по сути, власти финансовыми пирамидами. И до этого была очень тоже такая громкая история с так называемыми играми, да? Как они назывались? Черный котел? Нет, черная касса. Котел и черная касса. И тоже, так сказать, они достаточно много людей втянули в свои аферы. Почему люди так, ну, собственно, охотно идут в эти, собственно, капканы финансовые? Ну, я бы две группы факторов выделил. Первая группа – это экономическая. У нас за последние несколько лет, ну, даже уже 10-12 лет, помните, раньше очень бурно росли цены на недвижимость, там было много инвесторов, покупаешь на нулевом этаже, продаешь там через какое-то время, хорошая доходность. Это был наш аналог такой начальной фондового рынка, да? Ну, через какое-то время рынок недвижимости, цены перестали так бурно расти, это раз. Были депозиты, у них ставки по депозитам у нас были, допустим, очень хорошими и в долларах, и в тенге относительно инфляции. Сейчас, допустим, 12% по депозитам в тенге, но мы видим инфляция, да, официально там в районе 6%, но продуктовая уже там двузначная. С учетом вот ситуации в Китае, наверное, будет в этом году двузначная инфляция, да? Очень велики шансы. Соответственно, как бы привлекательность инфляционная вот этих депозитов, она, ну, близка к нулю или там очень резко снизилась. Это вот, то есть вкладывать некуда, да? Вот это один фактор. Второй фактор – это финансовая грамотность. То есть, если более грамотное финансовое население, допустим, в США, там 65% населения, оно инвестирует в фондовый рынок, и достаточно там, это вариант заработка такого пассивного, да? Это нормально, ну, в рыночной экономике это нормально. У нас, к сожалению, фондовый рынок развит, да не особо, да? У нас много там говорилось, было несколько программ, начиная там с программы «Голубых фишек» в 90-е годы, потом… Народное IPO. Народное IPO несколько там раз запускалось, пытались. Паевые инвестиционные фонды были, да? Да, в том числе. Потом, помните, региональный финансовый центр «Алматы», потом Международный финансовый центр «Астана». У них одни из задач были, в том числе, вот, обучение финансовой грамотности. Как вот на финансовом рынке не попробуешь, ну, не особо там научишься, да? Теоретически эти проекты должны были, вот, эту финансовую грамотность населения, они должны были повысить и вот эту, как бы, проблему, что ли, решить, ну, достаточно, вот, системно. Но не решили в итоге. Ну, мы имеем то, что имеем. Понимаю, но вот когда, так сказать, люди сталкиваются, да, уже с результатами этой самой финансовой безграмотности, этих самых, так сказать, ловушек финансовых и так далее, то начинают в интернете раздаваться очень громкие такие возмущения, дескать, власти должны, так сказать, все это жестко контролировать всех, так сказать, всех, кстати, под одну гребенку еще и ломбарды, так сказать, идут, уже раздаются возгласы, что и в ломбарды, так сказать, надо жестче контролировать и так далее. А вот на ваш взгляд, речь идет о том, чтобы действительно усилить какой-то государственный контроль за, там, любыми компаниями, которые имеют хоть малейшее отношение к финансам, да, или речь идет о том, что люди должны сами как-то, я не знаю, трезвее, что ли, смотреть на вещи и подходить к оценке рисков и так далее. Как вы думаете? Согласен с вами. Здесь две стороны медали, действительно, и население наше должно самостоятельно как-то повышать свою грамотность, но, опять же, повышать грамотность, не зная, скажем, источников, это тяжело. Сейчас, в настоящее время, действительно, надо отдать должное, как минимум, национальному банку, который пытается каким-то образом информировать население на своих сайтах. Есть отдельная программа финансовая грамота выходит, вы знаете, да? Есть отдельный сайт fingramota.kz, где вот в этих всех источниках СМИ национальный банк пытается разъяснить нашему населению в рамках законодательных норм, как должны работать те или иные субъекты. Как вы знаете, вот давайте немножко остановимся на том, что с 3 июля 2019 года были внесены поправки в закон о микрофинансовых деятельностях, где теперь уже и ломбарды, в частности, и онлайн-компании, и некоторые кредитные товарищи также подпадают под действие этого закона. Эта норма уже работает с 1 января 2020 года. Кроме того, Национальный банк говорит о том, что до 1 июля 2020 года все вот эти субъекты онлайн-компании, кредитные товарищи и ломбарды, которые занимаются микрокредитованием, должны пройти обязательную регистрацию в реестре национальных банков. В противном случае, после 1 июля 2020 года, их деятельность будет считаться уже незаконной, нелегитимной. Тем самым, они не смогут работать на рынке. Вот этот Национальный банк четко и доходчиво старается разъяснять население. Второй момент, то, что наше население действительно, может быть, слышит то, что хочет услышать. Вот, допустим, пришла информация, да, давай там вложимся, там на выходе ставка 480% годовых. Нигде в мировой практике, в экономической теории нет таких ставок вознаграждения. Но хочется верить, да? Хочется верить. К сожалению, население так хочет слышать и хочет верить в это. С одной стороны, наверное, еще парадокс в том, что почему-то рядовой казахстанец, он с большей охотой поверит, я не знаю, какому-то своему знакомому, да, брату-свату и так далее, чем официальной информации из того же самого сайта и так далее. Может быть, речь о том, что как-то не очень понятно излагают информацию? Может быть, брат-сват, он проще излагает, нет? Вот, к сожалению, так и выходит, что кухонные разговоры, они более эффективны. К сожалению. Вот, сказали вам информацию, да? Слушай, давай подключайся. Тот человек, скорее всего, уже участник этой схемы, и он заинтересован, чтобы привезти брат-свата, либо еще кого-то. Ну да, если он мне скажет, о реке, на самом деле, я-то знаю, там действительно платят. А еще другой момент. Когда человеку говоришь, не лезь туда, это финансовая пирамида, ты можешь проиграть, он скажет, ты плохой человек, ты мне не желаешь добра, ты не хочешь, чтобы я заработал. То есть, ведь так, на самом деле. Хорошо. Это людей уже не переубедить. Понимаю, да. Мне бы хотелось, чтобы, вот, объясните нам, пожалуйста, вы ведь бизнес-тренер, да? Да, бизнес-тренер. Но с точки зрения вот того, как донести до человека, до огромной массы, да, до огромной аудитории, как донести до людей вот эту вот самую информацию, что, ну, не надо туда, вот, так сказать, в эти пирамиды лезть. Как это сделать? Ну, смотрите, я изначально хочу ответить, почему у людей все еще не развита финансовая грамотность. Потому что вы вот назвали несколько сайтов, я их впервые слышу. Вот, вы там сделаете один брифинг, но дальше информирование народа не идет. Сейчас нужно использовать все триггеры, все инструменты. Сейчас все сидят в социальных сетях. Почему тот же этот Гарант 24, да, она за короткое время так развилась, и люди начали приносить свои деньги? Потому что они использовали просто таргетированную рекламу в Инстаграме. В Инстаграме, в социальных сетях человек смотрит, они сделали хороший бренд-бук, брендировали, там, сняли, используя нейромаркетинг, сняли видеоролики, контент, где люди сидят, улыбаются, приносят деньги. И человек неподсозначен это видит, и тоже хочет принести деньги. И также со стороны маркетинга они сделали правильный ход, со стороны психологии. Первым вкладчикам они дали там обещанные проценты, и они пошли уже там, начали говорить своим родным, близким, друзьям, и люди начали уже приносить свои деньги. Также они использовали лидеров общественного мнения. Но именно по финансовой грамотности, по моментам... Вы имеете в виду блогеров, вайнеров, звезды эстрады и так далее. Да, блогеров, вайнеров, звезды казахстанской эстрады. А в плане именно информирования населения о финансовой грамотности, то, что есть какие-то сайты, почему бы там не использовать там лидеров общественного мнения, тех же звезд, блогеров, вайнеров? Почему бы не используют там те же социальные сети, там сайт сделали, все, об этом никто не знает. И вот, кстати, здесь возникает такой вопрос, который требует такого серьезного размышления. Люди, которые принимали участие в рекламе этих самых, так сказать, якобы ломбардов и так далее, по сути, финансовых пирамид, несут ли они ответственность за моральную, там, я не знаю, юридическую и так далее, за то, что, так сказать, куча людей лишилась своих денег, так сказать, пострадала и так далее. Ведь, по сути, блогер, да, он, может быть, где-то что-то сказал про этот, я не знаю, якобы ломбард, но человек ведь сам, как потребитель, решает пользоваться или не пользоваться. Как вы думаете, он должен ли? На законодательном уровне он не будет нести какое-то ответственность, он только будет в административном порядке оплатить штраф. Вот штраф за что? За то, что пропаганда вот такой информации. Да, но ведь на тот момент он ведь сам не знал. Если он знал, что это финансовая пирамида, тогда будет, если знал, то есть тут такая вот грань, но я не удивлюсь, если будет доказано, что они все знали. Коллеги, я еще все-таки вот относительно дискуссии, вот проблема, что финансовая грамотность, национальный банк трудится, работает, все создал несколько сайтов, информирует, но у него провал по маркетингу, там не те каналы, не те инструменты. Это одна сторона проблемы, вторая сторона проблемы, это доверие к информации национального банка. К сожалению, мы видим, национальный банк, кроме регулированных вот этих органов, смотрите, у нас куча банков, бесконечный банковский кризис, и все национальный банк вроде смотрит и ничего не находит и не видит. До того момента, пока не требуется еще там 10 миллиардов долларов вливать с государственного бюджета в частные банки. Речь идет о низком авторитете? Безусловно, мы видим по валютной политике, что национальный банк, он, когда новый руководство пришло, оно говорило, мы повысим доверие к политике национального банка, и они говорили, мы будем публиковать вот по торгам на валютной бирже, каковы инвестиции, не инвестиции, а какова доля в торговле, допустим, интервенции национального банка. Этого ничего нет, поэтому вполне естественно, что доверие к сообщениям национального банка, оно вот такое, немножко, знаете, в галочках, поскольку национальный банк, он и сам признает эту проблему, не первый год, но если и делает, то что-то мало и недостаточно. Ну, может тогда председатель национального банка назначить кого-то из блогеров, может тогда повысится авторитет? Ну, хорошо, если, так сказать, публика больше доверяет тем же самым звездам эстрады, вайнерам там и так далее, вот прозвучала сейчас мысль, может быть, через них, так сказать, запускать правильную, нормальную, да, правдивую информацию о том, как устроен финансовый рынок. А на самом деле, действительно, как он устроен, вот какие, так сказать, основные правила. Вот прозвучала мысль о том, что, так сказать, сейчас банковские депозиты не дают столько, так сказать, прибыли на вложенные деньги. А вот должны ли они давать столько же прибыли на вложенные деньги? Или это вот просто физически невозможно в экономических законах, в капитализме? Как вы думаете? Ну, вообще, в плане инвестиций, я думаю, сейчас лучше инвестировать именно в себя, потому что именно в финансовую грамотность первую. И сейчас со стороны государства есть различные программы для открытия, для открытия малого и среднего бизнеса, для развития. Например, по адаптопредпринимателей АТМИКИ сейчас есть проекты «Бизнес-баста ужаско спит», где государство и дает грант безвозмездный, и дает возможность получения кредита под 6% с банков второго уровня. Такой поддержки в других странах, например, нет. То есть там, где можно реально заработать? Людям не нужно бежать, идти инвестировать куда-то, пока, по-любому, финансовой грамотности у них нет. Вы говорите, в Америке 65% народные инвестируют. Почему? Потому что у них в 60-х годов биржевый рынок развита. А в Казахстан, там, в IPO пришло, вот IPO, да, народное IPO, но рекламы не было вообще. Народ об этом не знает. Как вы можете инвестировать? Ну, есть, да, наверное. Ну, нет, я все-таки, коллеги, все-таки здесь у нас уже там 20-30 лет это все пытаются развить фондовый рынок. И есть, как вот, знаете, при товарище Сталине было. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. То есть, вот эти бюджеты огромные выделялись, выделялись, миллиарды тенге, по тем временам это десятки миллионов долларов. Они, мягко говоря, освоены, результатов нет. Поэтому здесь это, наверное, провалы конкретных менеджеров, которые, неужели, я очень сомневаюсь. Но пора с кого-то конкретно спросить. Нет, я, наверное, думаю, ну, наверное, это, там, работа, там, не знаю, соответствующих органов. Но вообще, очевидно, что надо перестраивать вот эту работу по информированию населения, по обучению финансовой грамотности. Во в целом, по перестройке финансовой системы, вот у нас банкоцентричная финансовая система, мы все спасаем бесконечно банки. Весь мир идет по другому пути, они развивают фондовый рынок. Соответственно, нам тоже, вот, в современной, вот, видите, допустим, на банковский рынок традиционный, входят даже в платежи переводы, это через сотовые телефоны. Этот финансовый рынок очень быстро меняется. Но и все сдвигается к фондовому рынку. Поэтому у нас надо начинать переключать на фондовый рынок, чтобы люди вот эти свободные деньги могли инвестировать в акции. Да, где-то бывают потери по акциям. Вот сейчас там непонятная ситуация конкретно на фондовом рынке. Но в долгосрочном периоде, в любом случае, нормально в рыночной экономике развивать фондовый рынок. А вот, кстати, интересная мысль. Если, так сказать, завтра это произойдет, да, и вот очень будет развитый фондовый рынок в Казахстане, дай бог, конечно, и, так сказать, люди начнут вкладывать и, так сказать, вложились в какую-то компанию N, да, которая, так сказать, пообещала им, опять же, там, я не знаю, 500% прибыли, да, а завтра она вдруг разорилась, люди, опять же, оказались, так сказать, лишенными своих денег. Не начнутся ли снова разговоры о том, что, ну, как же так, где же контроль, где же государство и так далее. Может быть, пора уже научиться брать ответственность на себя, что, так сказать, я эти деньги вложил, значит, это мой риск. Или нет? Вот, смотрите, в Америке, вот, там, около 150 лет рыночной экономики и фондовому рынку, да? Не только в Америке, в Англии, мы знаем, там, еще в Атерлоу, когда, там, с Наполеоном воевали, ну, в Великобритании, там, были вот эти фондовые рынки. То есть, здесь четко прописывается, что, что может обещать компания, что не может. У нас же сейчас через интернет можно инвестировать и в американские компании, вообще по всему миру. То есть, здесь ограничения, таких физических, физических ограничений нет. И здесь четко прописывается, у них там регуляторы четко ограничиваются, что компания может, обещала, если она не может обещать, что у нас будет, они могут говорить, у нас мы будем хорошо развиваться и, наверное, наши акции неплохо вырастут. Но сколько конкретно, здесь, ну, этот риск четко оговаривается. Это не банк. Банк говорит, я вот гарантированный процент вам выплачу. А на фондовом рынке здесь таких гарантий никто не дает. Кадров, брокеров, которые могли бы именно объяснять населению? Смотрите, вот тут я тоже с вами не соглашусь. Почему? Потому что сейчас вот по телефону всем звонят, приходите на бесплатное обучение. То есть, по сути, ты туда приходишь, там тебе объясняют не то, что на самом деле должны объяснять. А заманивают и у тебя вытягивают деньги, а потом люди вкладывают туда, этот брокер проиграл, проиграл, проиграл и вообще в минус ушел. Какую компанию, вот, назовите. Я сейчас не буду рекламу. Это было в вашей практике? Было. Такая компания? Не, ну, Форекс-компании ругают, которые на Форексе. Здесь в основном это российские специалисты сидят, вышли на казахстанский рынок, потому что у нас не хватает таких кадров специалистов. А может нужно открывать такие школы, развивать инфобизнес? Тогда вот народ будет приходить, платить свои деньги, обучаться вот это здание и будет инвестировать грамотно. А мы, тем не менее, всегда будут проигравшие и выигравшие. Там можно покупать. Сейчас в нашем Казахстане создали электронную площадку, не буду говорить какую. Тоже можно акции покупать в онлайн режиме. Человек-то если не может, ему же нужно обучить вот это. Может нужно онлайн обучение делать, чтобы люди могли грамотно инвестировать, смотреть. Форматов обучения может быть много. Смотрите, бесплатное обучение, никто его не понимает. Пока ты не вложишь в свое обучение деньги, ты не будешь ценить это. И люди не ценят, они просто придут, посидят, уши похлопают, о да, хорошо, все классно, уйдут оттуда и все. И они забыли про это, потому что это им нужно работать, это нужно вкладывать дальше. Если он заплатит 100 тысяч или 150 тысяч деньги, он придет следующее, он будет дальше, он будет уже ценить те знания, которые он получил. Получается, Роберт, вы имеете в виду, что люди вообще не определяют цену вообще чему-либо бесплатному? Бесплатно оно не дает цену. Ну, здесь все-таки, если посмотреть на Ютьюбе, там очень много бесплатного контента, обучения, начиная там с языками, ну, чему угодно. Мощный аргумент. Это мощно смотрится, используется, то есть сейчас не обязательно идти там в университет, там платить. То есть, согласен, базовое образование, какое-то общее понятие, можно, не знаю, там, условно говоря, на Ютьюбе научиться достаточно. А на Ютьюбе, это площадка, которая дает образно, пообъектно, а потом, если ты хочешь, глубже. Все-таки я бы, вот глубина, вот тому, чему обучает, я вот кандидат экономических наук. Вы знаете, многим даже поверхностных. А, ну, если на то пошло. Вы, кстати, хотели добавить что-то. Да, я вот с коллегами, я соглашаюсь в части чего? В части того, что все-таки, опять же, работа регулятора здесь должна быть мощная. Касательно банковских ставок по депозитам, да, действительно, они непривыкательны на сегодняшний день. Люди ищут, действительно, какие-то другие инструменты, ну, если так выразиться, да. А касательно, вот с коллегой соглашусь насчет фондового рынка, очень хорошее предложение на самом деле. Ведь, в принципе, любой гражданин, заинтересованный в доходе, в общем-то, может научиться брокерской деятельности, на самом деле. Вот, не обязательно для этого, допустим, даже получать где-то высшее образование. Ну, или хотя бы можно довериться профессиональным брокерам. Да, вот очень хорошая заметка. Либо довериться профессиональным брокерам. Почему? Брокерей есть. Да, и действительно, и даже вот возвращаясь к нашей теме, где граждане пострадали, хорошо, даже если не обращаются к сайтам регулятора национального банка, но элементарно просто, извиняюсь за выражение, включить мозги, хотя бы прогуглить, раз, посмотреть отзывы, два. Да, если касательно «Гаранта-24» отзывов еще не было, поскольку была массированная действительно атака среди мессенджеров, открытой рекламы не было. Да, была действительно рассылка в закрытых группах. Народ пошел по цыганской почте. Распространенная информация, баснословные проценты – все это признаки финансовой пирамиды. Все это признаки финансовой пирамиды. И если бы на том этапе, ну хотя бы кто-то проконсультировался с экономистом, либо с маркетологом, с юристом, допустим, да, возможно, кто-то избежал бы и сказал, ну слушай, ну это же пирамида, завтра я же прогорю, я же попаду, и ты попадешь. Потому что сливки снимут только организаторы, либо на начальном этапе кто вошли. Вот сливки и сняли организаторы, они… А те, кто пострадал, финансисты, по-моему, называют правилом «граната в последней руке». Да, то есть люди друг другу перекидывают гранаты, у кого взорвется. Итак, не так давно Министерство финансов, видимо, посмотрев на то, что происходило с черной кассой, то же самое с «Гарант-24» и так далее, опубликовали так называемые шесть признаков финансовой пирамиды. Вот позвольте, так сказать, их озвучить. Самый главный признак финансовой пирамиды, значит, обещаемая баснословная прибыль, сверхдоходы, да. Раз. Второй признак – компания не ведет реальной экономической или инвестиционной деятельности. Третий признак – значит, у таких проектов обычно нет материально-правовой базы, то есть компании обычно новые какие-то, свежие и так далее. Четвертое – пирамида, значит, обычно характеризуется слишком разносторонним, значит, характером деятельности. Пятый признак – активная и навязчивая реклама, в том числе, кстати, в социальных сетях с использованием известных имен и так далее. И шестой и очень важный признак – отсутствие лицензии финансового регулятора. И вот, казалось бы, казалось бы, все эти шесть признаков мы, я имею в виду казахстанцы, достаточно неплохо знаем. Может быть, не полностью все шесть, но, так сказать, основные признаки обещания сверхприбыли, в общем-то, людям знакомы. И знакомы не первый год, еще там с середины девяностых, когда, так сказать, бахали самые первые пирамиды, одна из них была связана почему-то с моей фамилией, ну, это ладно, бог с ним. Но, тем не менее, вроде бы люди о них знают, все равно каждый раз попадаются на одну и ту же ловушку. Может быть, речь идет о том, что, ну, фантазия тех людей, которые придумывают такие схемы, и каждый раз их привязывают к чему-то новому, там, то привяжут к слову ломбард, да, так сказать, и так далее. То, как вы до начала записи говорили, что, так сказать, может быть, привязано к тому же, там, я не знаю, строительному бизнесу, да, и так далее. И, может быть, людям, ну, просто-напросто бесполезно это все объяснять, или все-таки надо, как вы думаете? Конечно, надо, тут в основном используются психология и маркетинг. Психология, вот, например, вот, скажем, ломбард, гарант, ломбард 24, да, слово гарант, да, ломбард, знакомое слово, гарантия, да, слово 24. Психологически человек уже расположен, он будет инвестировать свои деньги, да. Опять же, слово ломбард, вроде знакомые схемы, да. Да, теперь дальше смотрите, в этом смысле, почему люди приносят деньги? Потому что психологически наш народ, ну, люди в основном хотят быстрых денег, быстрых заработок. Они не хотят, там, ждать год, получать, там, 14%, либо, там, идти, там, инвестиции заниматься предпринимательством. Они хотят сразу, вот, пошел и сразу вытащил свои деньги. Ну, человеческая жадность. Вот эту жадность использовал сам, вроде, да, МММ. Он, вот, с 89 по 94 у него была компания, которая, там, привозил товары, продавал, потом с 94 он сказал, вот, у нас моя компания, инвестируйте в мою компанию, Мамонтовки, и вы будете получать баснословные, там, деньги, да. Здесь тоже у людей, люди начали, там, он сам регулировал, вот, сегодня мой Мамонтовки будет стоить, там, 2,5 тысячи рублей, завтра будет, например, стоить 3 тысячи рублей. И люди на это смотрели и думали, все, я разбогатею, продавали свои квартиры, и там, потом, приходили, инвестировали. Ну, если на то пошло по-честному, с этой схемой сталкивались не только, там, в России, в Казахстане и так далее, и на Западе, насколько я знаю, тоже время от времени создаются эти финансовые пирамиды. Хорошо, но хотелось бы вернуться к одному маленькому вопросу, который, так сказать, мы проскочили, но, мне кажется, он требует более расширенного, так сказать, ответа. Да, Роберт, прозвучала информация о том, что, так сказать, в отношении ломбардов, настоящих ломбардов, я имею в виду, правила игры, так сказать, регулятора изменились. Как мы уже все поняли, лучше, чтобы казахстанцы владели максимумом информации о том, что на финансовом рынке происходит и так далее. Поэтому, так сказать, в качестве маленького ликбеза, как теперь обстоят дела? Ну, с 1 июля все ломбарды должны состоять в реестре агентства по регулированию и развитию финансового рынка. То есть, немного времени еще есть? Ну, потому что, в действительности, тот бизнес, который работает, он не может единовременно перейти на новые рельсы. То есть, для этого необходим определенный переходный период. Такой период предоставили до 1 июля. Все действующие ломбарды, которые сейчас работают, они должны пройти. Те, которые после Нового года будут открываться, они уже должны стать сначала на учет регистрационный, потом только начинать свою деятельность. Что касается того, что учет пройдет, пройдут только, скорее всего, половина ломбардов. Почему? Из 3 тысяч по 100 данным на сегодняшний день ломбардов, которые существуют, неизвестно, рабочие или нет, возможно, просто открытые и незакрытые, то, скорее всего, половина из них закроется и не будет дальше существовать. Потому что они не пройдут, во-первых, по размеру уставного капитала. То есть, у них физически этих денег никогда в жизни не было. За весь период, который они работали, они даже, наверное, саккумулируют все эти денежные средства, они бы не смогли. То есть, для городов республиканского и областного, и областных центров предусматривается 50 миллионов. Для остальных населенных пунктов до 25 миллионов. А вы считаете, что это правильно? Это так должно быть? Мы просили определить такую градацию, чтобы населенные пункты, которые районные, чтобы им установить намного меньше этот размер уставного капитала. Так как в действительности на селе таких даже денег не бывает. То есть, если взять районный центр небольшой, в котором 200 тысяч человек, а, 100 тысяч человек или 20 тысяч человек, 50 тысяч человек живет. Для него, если всю их заработную плату собрать и пенсии, которые они получают, они даже этой суммы не соберут. То есть, физически даже 25 миллионов могут не собрать. То есть, смысл там держать ломбард, у которого будет лежать просто так мертвым грузом эти 25 миллионов. И это во-первых. Во-вторых, туда сети крупные ломбарды не приходят. Это что? Кто же вам такие правила придумал-то? Это было регулятором Назбанк придумал такие правила. Ну, спасибо, скажите, Назбанк. Ну, поэтому рынок уйдет, останется много людей на улице. Мы об этом говорили, но нас почему-то не услышали. То, что у нас кто работает? Экспертоценщицы – это женщины. В основном одинокие женщины и с детьми. То есть, это действительно те социальные уязвимые слои населения. Они просто уйдут, потому что ломбарды, которые были, они останутся, а которые ушли – все. И новых работников никто брать не будет. Эти люди останутся на улице. То есть, это дополнительная нагрузка на население, опять-таки. Я понимаю. Еще такой момент. Действительно, Назбанку, он сейчас вот эту, это как бы третий уровень финансовой системы, он загоняет ее все больше в такое неправовое поле. То есть, вот смотрите, ломбарды, говорит, 50 миллионов, там, ну, такие огромные суммы, да, требовать с них, чтобы там уставный капитал. Это значит, часть либо закрыться, либо уйти в такую степень. В тень уйти, это раз. Мы видим обменные пункты, да, тоже до 7 или до 8 вечера их там ограничили. Это что, перекратятся обменные пункты, когда мы видим, там, российский рубль за 67 проскочил. Или просто вернемся к временам черного рынка. Совершенно верно. То есть, это будет на базары в нелегальное поле заталкивать. Поэтому здесь, наверное, вообще вот эти вот, как бы, пирамиды, они цикличны. Вот вначале все пообжигаются, лет потом, помните, 90-е все пообжигались, потом лет 10 их особо слышно не было. Да, проходили, ну, где-то, таких, там, небольшие пирамиды, все такое быстро заканчивалось. То есть, да, локальные много не захватывали людей. Прошло, люди подзабыли, 15-20 лет прошло, новое поколение. Соответственно, опять мы сейчас к этому периоду приходим. Это, ну, это вот циклично, это слабо предсказуемо, но это цикличный характер носит. Там 15-20 лет. Финансовую пирамиду использовали в сетевом маркетинге, элементы вот соединили. Да, сетевой маркетинг, он тоже, он тоже вот цикличный. Старые добрые схемы. Но вот нацбанку стоит насчет того, что вот это заталкивание в тень, вот этими непонятными, ненужными сверхтребованиями. Нацбанку надо чаще смотреть, что средняя зарплата там в районе 80 тысяч тенге на руки. Поэтому нацбанку надо понимать, ну... Не средняя, а модальная. Да, ну, самая распространенная. Еще момент, да, вот, к сожалению, да, теперь у нас в казахстанской практике получилось так, что и ломбарды, вот само название ломбард как субъекта, теперь тоже попали, скажем так, в черные негативные мнения, да, населения. Вот именно гарант 24 ломбард, к сожалению, все это испортил. Хотя на самом деле, действительно, он де юре не был ломбардом. Это было образованное товарищесо-ограничной ответственностью, которые занимались всем, чем возможно, не подлежащие именно законодательственным требованиям. То, что мы действительно вот с Робертом озвучивали, и теперь уже с 1 июля действительно все будут в реестре, должны будут состоять, те, кто не состоится, не будут работать. Выпущены были правила 28 ноября 2019 года по работе ломбардов, это постановление Национального банка, где все уже теперь четко прописано в отношении ломбардов. Есть лимиты, действительно, почему Роберт затронул тему по установленному капиталу, потому что максимальная сумма выдачи микрокредита сроком до года достигает до 8 тысяч МРП. 8 тысяч МРП это сегодня 20,5 миллионов тенге, то есть до 8 тысяч МРП одному заемщику ломбард вправе по закону выдать. Соответственно, и требование к установленному капиталу тоже повышается. Это все, что касательно работы регулятора, почему все эти нормы были прописаны в законодательстве. Ну, это, видимо, надо было действительно очень серьезнее. Вот, правильно Роберт говорит, что это сопохватились буквально после послания президента, а 3 июля 2019 года были внесены изменения в закон об МФО, включены и прочее, работа только, по сути, началась. Здесь обратная сторона в том, что многим людям, вот народу, со стороны потребителей, народу мы подумаем, вот они многим не дают кредиты, да? Многим там у кого-то кредитная история испорчена. Но они берут там, берут золото, либо там гаджеты, берут, сдают, им нужны деньги, закрыли, как-то вот потом подождали до зарплаты, отдали, вытащили. А сейчас закроют, да? И им нужны будут деньги, что они будут делать, народ? Грабить пойдет, или там мошенничеством будет заниматься, что они будут делать? Они уйдут в тень, и гарантии возврата даже того имущества, которое они заложили, уже не будет. То есть в данном случае Ломбард отвечает за это, а в данном случае он на рынке пошел, сдал, чтобы деньги получить. Ему сказали, да-да-да, придешь, я тебе отдам. Он приходит, ну извини. Я понимаю. Что ж, увы, уважаемые гости, программа не, так сказать, безграничная, во времени мы ограничены. Поэтому, напоследок, хотелось бы, чтобы каждый из вас буквально по два-три предложения высказал бы, ну вот, что-то вроде практического совета, или, может быть, дал нашим зрителям какую-то рекомендацию. Все-таки, так сказать, держа в памяти те самые вот скандальные истории с финансовыми пирамидами, что можно делать или с системой, или, так сказать, с нами, с казахстанцами и так далее. Как быть, чтобы таких историй было как можно меньше? Начнем с вас. Уважаемые отечественники, я хотел бы первым днем сказать, что вы развали финансовую грамотность, и специально для вас сейчас делается один проект, платформа для обучения новым профессиям и обучения предпринимательству. И это будет доступно для каждого человека, для каждого возраста, и в ближайшем времени этот проект уже будет внедрено, и вы можете обучиться финансовой грамотности, предпринимательству и всем аспектам бизнеса. Прекрасно. Ваше мнение? Ну, наверное, здесь хотел бы отметить, что вот у нас чиновники любят, что народ глупый, народ не такой нормальный, достаточно у нас не самый плохой уровень образования. Да, и у нас другого нет, второе, не самый плохой уровень образования, надо просто нормальные инструменты коммуникации и в целом работы с населением, в том числе и по финансовой грамотности. Согласен. Я в свою очередь, конечно же, обращаюсь к гражданам, еще раз хочу подытожить. Пожалуйста, повышайте свою грамотность, но именно информационно. Еще раз повторюсь. Есть сейчас инструменты национального банка, есть сайты финансовый регулятор.кз, есть национальный банк, есть банкер. Пожалуйста, гуглите, смотрите в интернете. Забивайте отзывы хотя бы в таком раке. Ну, то есть для того, чтобы сделать шаг и пойти куда-то вложить деньги, вот как все массово побежали в гаранты, но хотя бы нужно было посмотреть законодательно в реестре национального банка, состоит это ТО в реестре или нет. Имеет право заниматься деятельностью как ломбард, поскольку в любом случае все эти субъекты должны быть регулированы национальным банком. Что сейчас это и делается. Больше смотрите отзывов в интернете, больше читайте. Ну, не так, чтобы эти были какие-то рекомендательные разговоры либо на кухне от соседа, либо от какого-то там артиста или там блогера или вайнера. Вы сами граждане Казахстана, у вас свои как бы должны быть знания, свои мозги, своя ответственность. То, что кто-то сказал там с экрана телевизоров, это не говорит о том, что нужно бежать за ним, спрыгать с девятого этажа, вкладывать деньги туда-то, туда-то. Будьте самостоятельно финансово грамотно. Читайте хоть что-нибудь, кроме WhatsApp. Понимаю. Роберт, вы начали, вам и заканчивать. Ну, в данном случае я бы хотел четко сказать, да, не ведитесь на высокие проценты, высокие доходы, выше 40-50% в год, в годовом исчислении. Это уже сомнение в том, что вы на правильном пути и то, что деньги вкладываются действительно в законную деятельность и вы можете получить оттуда что-то. Если вы на это повелись, то в данном случае ответственность в любом случае лежит на вас, государство в свою очередь будет возбуждать уголовные дела, но найдет ли она деньги или нет, это уже вторичный вопрос. Государство ничего никому выплачивать не обязано, потому что вы сами приняли такое решение и вы на это сошлись. И второе, если вам предлагают несуществующий продукт, который вы за бешеные деньги купите и вам предлагают его продать, и который не продается реально, то это тоже своего рода финансовая пирамида. Только немножко в другом формате, но результат такой же. Вы этот продукт не продадите, вы им будете сами пользоваться, а это окажется просто витамины какие-нибудь. Фантазия мошенников безгранична. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости и ответили на все вопросы. Итак, это было ток-шоу «Грани». Увидимся в следующем выпуске на телеканале «Атомикен Бизнес». Всего доброго и берегите свои деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова